Вновь была внесена поправка на 500 миллионов рублей для агропромышленного комплекса. Придется говорить об основаниях, почему 500 миллионов рублей и так далее. Тут можно начиная с общих оснований, что хлеб всему голова, но это будет недостаточно. Нам была принята государственная программа по агропромышленному комплексу. Она была принята очень мелкая, унизительная, с учетом имеющихся ресурсов, и она не удовлетворяет аграрный сектор. Тем не менее, она была принята, и мы о ней много говорили. И она как раз и определяет моменты на 2014 год, порядка полутора миллиардов рублей вот в этой программе. Министерство сельского хозяйства и обл. фин. управления, оно вносит, сокращая больше всех агропромышленный комплекс, оставляет ему около миллиарда рублей, эти деньги все убирает. Поэтому с целью восторжествования и поддержки той программы, она как раз, получается, входит в 500 миллионов рублей, те, которые мы сами приняли и которые мы еще сокращаем дальше. Поэтому 500 миллионов рублей, эти все они расписаны согласно программе. Это вот первый такой момент. Почему источник выбран Дорожный фонд? Мы в Дорожном фонде, когда-то он у нас был миллиард, мы потом ее резко подняли до 6 миллиардов, увеличили в 6 раз. И вся история существования использования денег в Дорожном фонде, она имеет место. То мы полтора миллиарда, то миллиард семьсот не найдем, то у нас министра Дорожного пропал, строительство и так далее. И как бы я понял о том, что не готовы такую шестимиллиардную сумму использовать министерство, переварить, не знаю в каком направлении. Поэтому это главный источник. Там оставили практически ту же цифру, не 6 миллиардов, а 5 миллиардов, там 882 миллиона. Поэтому я предлагаю оттуда снять совершенно безмолезненно и отдать аграрному сектору всем, чтобы восторжествовала справедливость. Естественно, в первом чтении были сняты 496 миллионов. Мы грубо округляем 500 миллионов. Почему депутаты все это неоднозначно приняли и были все возмущены этим вопросом? Потому что у нас почти год писалась и составлена программа развития АПК Волгоградской области в период до 2020 года. Программа сделана и составлена очень хорошо, грамотно. Впервые, где была подключена вся наука и наша сельхозакадемия, и институт орошения и так далее. То есть участвовали все. И родилась эта программа. Родилась эта программа развития, и где по той программе развития заложены определенные... Ну и развитие, значит, нужно вкладывать какие-то деньги. Заложены были определенные, каждый год определенные суммы денег. Ну и когда начался формировать 2014 год бюджет, и там уже 496 миллионов денег сняли. Ну естественно, в первом чтении мы с учетом того и согласились, что в втором чтении мы сделаем поправки, и эти деньги будут учтены. Вот мы сделали эти поправки. Они там касаются всех программ, которые идут по развитию АПК, которые идут в основном идут по софинансированности с федеральным центром. Вот, понимаете, и я не понимаю, почему и я, и мои коллеги, почему у нас исполнительная власть не хочет на это идти, потому что непонятно. Ведь на каждый наш заложенный рубль в бюджете по этим программам федеральный центр дает практически два. Ну там разные коэффициенты, но в основном два рубля. То есть, если считать экономику, и эти деньги, которые вот сейчас мы заложим в бюджет на развитие АПК, они вернутся теми же налогами даже больше, чем мы заложим. То есть, если грубо считать, то на тот рубль, который вложит наш бюджет областной, в область придет как минимум три рубля налогов. То есть, почти больше, чем, в два раза больше, чем мы налогом. Я имею в виду со всех, и с перерабатывающей промышленности, и с животного, ну со всех программ, которые уже готовой продукции будет. То есть, понимаете, нужно развивать реальный сектор экономики. Мы одобрили все поправки. Я, например, вот написал со СМИ 70 миллионов снять, направить на сельское хозяйство. 200 миллионов я написал поправку, источник уже указал. То есть, источник, откуда снять. И 200 миллионов с резерва, с госвласти, которые идут на резерв. То есть, мы указали уже источник. А Ефимов тоже указал источник. А Алексей Сергеевич, вот мы сейчас в комитет шел, он указал источник с дорожного фонда. А Минфин, естественно, считает, что это неправильно, почему там целевые программы. Там нельзя, там транспортный налог, то есть, оттуда снять нельзя. А вот со СМИ 70 миллионов тут можно снять. И с госвласти там, ну, поэтому мы решили решение комитета, чтобы не, значит, не поднимать шум, вопрос такой, скандалы и так далее. Как найдет, где исполнительная власть, где снят, где они считают лучше, найти эти деньги. Пусть снимают, но направляют на развитие сельского хозяйства. Ведь у нас до этого, вот, допустим, 2009 год, когда мы пришли, там в бюджете денег на СМИ, затраты на СМИ были в разы меньше. Я считаю, что и здесь можно обойтись в связи с тем, что бюджет тяжелый, вот, и 308 миллионов на министерство и агентство печати, как там у нас, информатики, вот, это очень много. И тем более, я считаю, что СМИ, телевидение, ну, какой-то процент надо закладывать в бюджет. А остальное, кто хочет лишний раз, вот, интервью дать, там, телевизор посидеть, как я говорю, ну, пусть пальцы вводят. Продолжение следует...